Дорогие зрители, сезон подходит к завершению, самое время подводить итоги. В этом году особенно важные роли в топ-клубах играли ветераны. На них держались тренерские идеи. Они обеспечивали результат. В следующие несколько минут представим символическую сборную игроков старше 30 лет, которые прекрасно проявили себя за последний год. Схема 4-3-3. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Мануэль Нойер В предыдущие годы у Ману были серьезные проблемы со здоровьем. Из-за травм он пропустил почти два полноценных сезона. Но в этом году вернулся и уже никому не отдает место в старте. Возможно, Нойер уже не тот, что раньше. Видно, что ему не так легко даются прыжки в дальние углы. Но опыты хладнокровия Мануэля остались при нем. Да и на выходах он играет также отчаянно. Успел отдать голевую передачу в финале Кубка Германии. Неотъемлемая часть Баварии, которую многие называют сильнейшей командой, оставшейся в Лиге Чемпионов. Жорди Альба Барселона переживает серьезный кризис. Даже Лео Месси после матча с Асасуной сказал, что с такой игрой им не светит Лига Чемпионов. Альба – один из толпов надежности, на которых держатся остатки некогда великой команды. Испанец в 31 год не потерял в скорости и выносливости и по-прежнему носится по левому флангу, как угорелый, разыгрывая комбинации с Месси. В этом сезоне на его счету два гола и пять ассистов. Леонардо Бануччи В каком-нибудь другом клубе задумывались бы о замене 33-летнего центрального защитника. Но это Италия, и здесь Бануччи переживает расцвет своей карьеры. После неудачной командировки в Милан Леонардо вернулся в Ювентус и сейчас является лидером обороны Туринского клуба. Он безупречен в выборе позиции, плюс очень важен при построении атак команды. Своими длинными передачами он разгоняет наступление Юве. Кроме того, помогает адаптироваться Деликту, который постепенно занимает место Джорджа Кьелини в основе. Серхио Рамос Пожалуй, главный герой Реала, который взял чемпионство в этом году. Рамос в свои 34 провел один из сильнейших сезонов в карьере, став не только образцом надежности и лидером команды, но и ее бомбардиром. У Серхио 10 забитых мячей. Его манера исполнять пенальти стала залогом успешного набора очков на дистанции, что позволило обойти Барселону в чемпионской гонке. Флорентино Перес сказал, что Рамос закончит свою карьеру в мадридском Реале. Хоть одна легенда этого клуба удостоится такой чести. Однажды Жозе Мауриню заявил, что будь у него в составе 11 Аспиликует, он без труда бы взял Лигу чемпионов. Сесар не самая заметная фигура на поле, хотя забил 4 гола и сделал 6 ассистов в этом сезоне. Аспи – образец надежности и универсализма. Спокоен в обороне, хорош при подключениях в атаку, может закрыть любую позицию в защите. Кроме того, испанец – самый пасующий игрок Челси. Идеальный футболист, к которому годами не было вопросов ни у Мауриню, ни у Лэмпорда, ни у любого другого наставника, работавшего с Челси. Вот это уровень. Тони Кросс На протяжении долгих лет он является одним из ключевых игроков Реала. Этот боец давно доказал и многократно подтвердил свой класс. Исполнение стандартов, гениальные длинные передачи из глубины, контроль темпа. За все это отвечает Кроус, и без его вклада невозможно представить успехи Реала последних лет. Тони не так давно исполнилось 30, а учитывая, что скорость и выносливость никогда не были его сильными сторонами, а рядом играет такая машина, как Казимира, немец как минимум 5 сезонов сможет быть стержневым игроком Реала. Серхио Бускец Один из немногих футболистов Барселоны, к которому нет вообще никаких вопросов. При Вальверде и при Сосьене Серхио остается ключевым игроком центра поля, на котором держится вся игра. Бускец отвечает за выход из обороны, за подчистку за партнерами, за организацию наступления и вектор развития атак. Порой кажется, что на нем лежит ну слишком уж много задач. Но Бусси в свои 32 прекрасно справляется и наверняка сможет играть на таком уровне еще как минимум пару лет. Лука Модрич После получения золотого мяча он немного сдал, но Зенитин Зидан помог ему вернуться на свой уровень. Луке в сентябре исполнится 35. Он уже не может выдерживать нынешнего графика игр, но Зидан проводит шикарную ротацию, позволяя Модричу отдыхать и подходить к важным играм свежим. Особенно Хорват прибавил в заключительной части сезона и завершает Ла Лигу с 7-ю ассистами. Это повторение его лучшего результата в мадридской карьере. Криштиану Роналду Само собой, мы не имели права не включить Криро в эту сборную. К Ювентусу Маурица Усари много вопросов, но Роналду очень часто, даже при слабой игре команды, умудряется заколачивать голы и добывать нужные очки. В этом сезоне португалец стал первым за почти 60 лет игроком, которому удалось забить 25 голов серии А за Ювентус. А его связка с Паулу Дебалой становится все более устрашающей. Даже не верится, что можно играть вот так в 35 лет. Роберт Ливандовски Сейчас многие всерьез говорят о том, что польский спортсмен заслуживает золотого мяча. С ними трудно спорить, Роберт показывает феноменальную результативность и в свой 31 год находится в более сильной физической форме, чем 5 лет назад. Не просто так футболист заявляет, что ощущает себя на 25 лет. Ко всему прочему, в бомбардирские подвиги Лёва подкрепляет полезной игрой в подыгрыше. Он чаще принимает участие в розыгрыше мяча. Вообще, у Баварии сейчас идеальная команда с точки зрения сплава опыта и молодости. Легко можно замахиваться на победу в Лиге чемпионов. Лионель Месси Аргентинский спортсмен стал заложником сложившейся в Барселоне ситуации. Он прима команды, на которую играют все игроки. И порой это идет во вред каталонцам. Зачастую на поле просто не видно другого игрока, который может сделать результат. Месси вынужденно берет игру на себя, но это не всегда приводит к нужным результатам. В общем, в Барселоне серьезные проблемы на всех уровнях. И помочь сгладить провальный сезон достойным выступлением в Лиге чемпионов может только гений Лионеля Месси. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До свидания.